Привет, друзья! Думал записывать это видео или нет, просто не хочу, чтобы показалось, что я высасываю контент из пальца. Ну, если кто так считает, прошу не серчать на меня. Сейчас я хочу рассказать о жидком олове, как можно такую плату. Немножко стыдно показывать, потому что вот эта каемочка артефакты, вот артефакт, ну и в принципе всё. Ну, за исключением некоторых мест, где отверстия не протравились до конца. Но это будет сверлиться, я думаю, не важно, не так страшно. Эту плату я уже зачистил наждачной бумагой и обезжирил. И жидкое олово я буду использовать вот такое. Купил я его в Чип и Дипе, тут постоянно образуется такой осадок. Не знаю, как у него со сроком годности, тут вот что-то написано. До 2020 года, 5-го месяца. Вроде как ещё почти год можно его юзать. Инструкции по применению нету. Эту банку я заказывал в Чип и Дипе за 510 рублей за литр. Здесь литр. Скорость наращивания плёнки 15 микрометров в час. Оставлю на час, а там посмотрим. Используюсь буду я вот такую бодейку из-под какого-то элитного кексика. Залуживаем эту плату. Ну, оставлю это на час, потом посмотрим. А, уже прошло целых 3 минуты, а плата ещё не залудилась. А, шучу. Хочу показать просто, как она выглядит полузалуженная. Весьма такое интересное зрелище. Прошло около часа, с того момента, как я опустил плату в этот раствор. И сейчас я посмотрю, что здесь стало. В итоге, таким образом выглядит плата после того, как она была в растворе час. Ну, в принципе, лудится, это уже штука на ура. В принципе, 500 рублей отдавать за такую тару, за литр такой жижки, я думаю, нужно только в тех случаях, если эти платы делаются не для себя, а для, к примеру, заказчика. Вот как я эту плату делаю. Для человека, который платит за это деньги, и хочется ему более-менее в красивом виде отдать его заказ. И поэтому, в таких случаях, не жалко использовать такое вот химическое лужение. В других случаях, не знаю. Если для себя, я бы залуживал уже паяльником, либо вообще оставлял бы, вот как она есть, медная. Разве что места, где будут припаиваться сами компоненты. Вот так плата выглядит уже смонтированная. И я хочу добавить ко всему, что вот я где-то полтора часа ее держал в жидком олове. Мне кажется, это мало, потому что после всех этапов сборки, то есть я ее потом еще чистил в ультразвуковой ванне, дабы флюс чистить. Потом еще прошелся флюксофом, зубной щеткой. И тут в некоторых местах, вот можно заметить, вот как здесь, что счистился этот слой олова. И я думаю, что вот, ну, как минимум раза в два дольше ее надо держать в этом растворе. Ну, хотя бы часа на, ну, на три, я думаю, будет достаточно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.